Есть несколько факторов, которые могут этот процесс, вот этот вялотекущий спад, ускорить или замедлить. Замедлить его может исключительно повышение мировых цен на нефть, что возможно только в случае крупномасштабной войны на Ближнем Востоке. Вероятность этой войны очень сильно ослабла. Значит, это с точки зрения экономики позитивный фактор, война на Ближнем Востоке. Есть два негативных фактора. Первый – это резкое снижение цены на нефть мировая. Мировая, я уже говорил, что, скорее всего, это случится в конце февраля, начале марта, когда Иран выйдет на мировые рынки нефти. Все договоренности уже достигнуты. Соединенные Штаты Америки приложат все усилия для того, чтобы это произошло, потому что им куда приятнее, чтобы нефть продавалась на мировых рынках, чем она впрямую шла в Китай. Это первая вещь. А вторая вещь, которая может ускорить процесс – это обвал пузыря на фондовом рынке Соединенных Штатов Америки. Я не специалист по фондовому рынку, я не знаю, когда это произойдет. Если это произойдет после сентября 2014 года, то в этом случае в 2014 году мы последствий не почувствуем. У нас лаг примерно три месяца. Если это произойдет весной 2014 года, то мы получим к осени 2014 года практически полный аналог осени 2008 года. Стоит только разница, что выхода, как осени 2009 года, мы не получим. То есть спад произойдет, а выхода из него не будет. Значит, если этот обвал произойдет на американском фондовом рынке, то в этом случае мировая экономика вступит в кризис локальный, сравнимый по масштабу с осенью 2008 года. Это будет не последний кризис, но это будет очередная волна в том глобальном процессе, который начался осенью 2008 года, который приведет по итогам к падению мировой экономики на 30-35% для Европы и для США этот спад будет сильнее. Я считаю, что в целом вероятность резкого ухудшения не очень велика. Но то, что в конце февраля, начале марта нас может ждать ускорение темпов спада, это вероятность достаточно большая.